Вы можете найти нас и подписаться. Вы спустите на нашу группу. Группу находима в ГО, сокращенной громадской организации, в тавычках «Биткрытое знание». Там богатая информация, особенно для освещения. ЦКВ и анонсы наших заходов. Программонитных к ним хабов «Свит науки» в Японии мы сейчас находимся. Цей хаб пройсует уже четвертый рейк. Деякие наши друзья и партнеры уже будут тут. А других мы приглашаем. Каждый еще месячно у нас проходит какие-то захваты. Это не безысково лекции. В основном не лекции. Это громадские дискуссии, факовые обговорения новых технологий, инноваций. Это лайфхаки. Будут выступать месячные. Запрошу мы всех и батьки ваших. Приходьте, душе ЦКВ. Следуйте за анонсами на нашем сайте. Наш сайт «Open Knowledge» с открытой знания. Английской мовой «Org.ua». Мы делаем конкурсы. Для школе «Тасту Дэнити». Минновый конкурс «Science and Brilliant Change». И работы переможцев лежат на нашем осветнем канале. У нас есть специальный канал в Ютубе, где выкладаются записи видео, в том числе сегодняшнего видео «Там Будды». «Там Будды». «Там Будды». «Там Будды». Звучит described ignorantenga. А очень важная информационная информационная информация, в которогоelled в офицерии ley- Kabешan, выгонят Instagram dreaming of Chang'e, в том числе и великих маркет ev Torque'e так менеджментов этой ребенке. Турнир, философский фонус. Чему самое так мы называем? Зараз богато змин, дуже швидко, и информации ще більше, причем информацию, яку трудно различать, яка правдивая, яка верная информация, яка нет. Як арентуватися, як розуміти, як принимати верные решения. Вот як не дивно в цьому, саме в цьому, и может допомогти философии. И про це нам сейчас розповість автор вообще такого турнира и конкурса, профессор, доктор философских наук завкатенной философии педагогики Национального техничного университета Днепровска Политехника ценового названия Геннечного университета Юлия Александровна Шаванова. Спасибо. Обусловлено тем, что мы сегодня живем в мире, в котором без осознанности, без осмысленности, без, скажем так, рационально обоснованных и экзистенциально пережитых смыслополадания, человек теряется в этом мире и теряет свое предназначение. А каждый из нас представляет достаточно интересную, неповторимую индивидуальность и заслуживает активной, достойности. Теперь сравните эти состояния. Где вам комфортно? В каких состояниях вы себя комфортно не чувствуете? А давай и то, и то. В первом или во втором. Поднимите рамку, кому классно, там где ненависть, злость, конкуренция, злость, да-да. А если я за кого-нибудь университет, да-да. Каждый имеет право, я... Мне не получили. Они говорят привычнее, привычнее. Отлично. Спасибо. Кому лучше, комфортнее, приятнее во второй выпуск? Спасибо. Ну, эксперимент сто раз мы видели, и всегда большинство людей это и предвращение в вторую. Дис, пожалуйста, вам совет. Этот говорит, или тот говорит, или тот говорит. Оба говорят. Бои, диреки, бои, горе, полиграфия, полиграфия. Ура! Я нуждаюсь в общении со своими близкими и друзьями каждый день, и я свободна от всяких... Не знаю, чего. Свободна от всяких подвигов. День, пожалуйста. Отчего лично я не смыть твою потребность? Как и любой человек, человек в общем, существо социальное. Поэтому любому, без исключения человека, необходимо общение. И это из-за того, чего испытываю потребность я и каждый в отдельности. Потому что, если человек попадет в неопределительное мосты, он сойдет с ума. И... Дебата в следующий раз. Что он не может? Конкретно я считаю, что нет необходимости в подрядных примушках. Таких как курение, алкоголь, наркотики. Безусловно. В жизни можно попробовать все. Но... Первый плюс, на котором мы будем побрать, это удовольствие от независимости. То есть, что мы имеем в виду под этим плюсом, скажем так? То есть, когда человек он свободен, то есть, у него, по сути, развязаны руки. Он не знает, что он хочет от жизни. И самое главное, у него есть возможность идти вперед. И когда человек понимает, что он свободен, то что он все может, и то, что у него есть все возможности для этого, то тогда он получает хайл, он получает сам от себя, получает хайл от работы, от того, что он делает. И только тогда он может добиться успеха. И то есть, третьим плюсом мы хотим сказать, что если у человека будет свобода, то у человека будет успех, в принципе, в итоге. Второй плюс у нас, как скажут, следующий вопрос. Суббота – это шлях до самореализации. Если так, у человека есть свободу, то перед человеком открываются почти все творения в этом мире. Самореализовать себя можно только в свободном суспільстве. Например, вспоминаем, когда люди не развивались, потому что у них не было возможностей. Когда у человека есть возможности, то она сама захочет развиваться. Передаю наступным. Следующий плюс – это свобода в самоображении, что ведет к увеличению людей, когда человек мыслит открыто, у него больше возможностей дальше развиваться и больше возможностей мыслит широко. Хорошо, теперь мы переходим к минусу свободы. Первое, что мы хотели отметить, это то, что абсолютная свобода при устойчивой моральности человека может привести к деградации личности. Что мы имеем в виду? Если моральное качество человека не достигли определенного уровня, когда уровень самоответственности, самосознание человека низок, абсолютная свобода может создать его руки не для созидания и проецирования чего-то хорошего на себя и на общество, а наоборот для разрушения и как внешней, как внутренней деградации. Передаем на следующий вопрос. Я расскажу про такую вещь, как хаос, который может возникнуть в результате свободы и недопонимания людей. То есть, когда каждый человек, они более-менее друг на друга похожи, людям легче найти общие языки и общие интересы. Когда же людям будет предоставлена свобода, и какой-то общий вектор направленности их мыслей будет направлен на разные стороны, и людям будет тяжелее коммуницировать и как-то затрудничать там. И это мне бы привести к не очень хорошим разведениям. Спасибо. 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 師. Спасибо. Выделять, что тебе правильно, а что неправильно для тебя в этой самой свободе. Конечно, в разумном плане. И независимость. Сейчас общество больше всего подчиняется общественному мнению, но если будет свобода, независимость может выражаться в том, что ты можешь свободно говорить свое мнение, и оно может быть принято. Если оно не принято, это ничего страшного, но ты это выразил, кто-то это принял, а кто-то нет. Итак, минусы. Первый минус у нас чрезмерная всеразволенность. И так все понимают, что нарушение свободы других своей свободы, это не есть хорошо. И что при полной и абсолютной свободе этого нам не избежать. Второй пункт у нас конфликтность. Так само он связан с первым, и если у нас будет абсолютная свобода, то не избежать конфликтов на бочке того, что в рамке свобод будет переплетаться. И третий пункт у нас хаос. Хаос наша команда решила написать, потому что при абсолютной свободе он не избежит, потому что в современном обществе у нас невозможно регулировать рамки свободы. Спасибо. Филиппность, потому что все говорят о чем-то разном, и все между собой спорят. Это непонятливость границ. Никто не понимает зачастую, что плохо и что хорошо. И для этого и нужен порядок. А свобода у нас справится именно с анархией. И свобода, а анархия это прям пик свободы, ведет к нестабильности. Поэтому это третий минус свободы. Но если подумать, то все мы рады жить в свободном обществе. Потому что здесь мы можем высказывать любые идеи, которые нам угодны. Я могу сказать, что мне не нравятся белые обои, потому что это безвкусно. Я могу это сказать? И все скажут, что это классно. Ну, точнее, и все скажут, что я могу это сказать в свободном мире. Но это приведет к конфликтам. Дальше, плюсы свободы, это появление великих людей. Потому что только в свободном мире, действительно в свободном мире, человек может взбрести в голову какая-то идея, и он ее создаст. Потому что у него есть свобода на проявление этого всего. Например, те же квест-комнаты, да, они у нас созданы, потому что кто-то захотел их создать. Вот у него есть свобода это сделать, и он это сделал. Ну и последний плюс – это свобода от перерасудка. Очень приятно, когда независимо от своего цвета кожи, национальности, языка, чего угодно, ты можешь прийти, и тебя будут судить, и ты свободен. Ты просто можешь быть человеком. И вот свобода от перерасудка, мне кажется, это тот самый важный плюс свободы, который только может быть. Вот наши три минусы, три минуса и три плюсы. Из-за того, что это действительно очень важное вопрос, и найти на нем ответ, ну, то есть три плюсы мы не смогли. И поэтому мы решили, у нас есть три пункты. Это свободы слова, свободы слова, свободы действий. Но мы хотим сказать, ну, давайте начнемо, начнемо с каждого окремо. Свобода слова. Вот, например, это плюс, потому что вы можете в ней навражать, как бы, свое ставление, то, что вы хотите, но иногда оно может, как бы, вплинуть на других, и ты можешь написать свободы слова, а выражать кого-то. И, как бы, может, ну, да, как бы, я говорю, 200 миллионов медалей. Все дозволено. Ну, так же, у тебя есть свободы действий, ты делаешь все, что хочешь, тебе никто не заважает, но, может быть, какие действия могут, как бы, вплинуть очень плохо на, допустим, на других людей, або, ну, взагалі, навык, причинить конфликты между странами. Свобода от действий, ну, в принципе, все равно, так же и есть. Ну, уважение, я говорю. Первый наш плюс – это в том, что ты можешь быть независимым. Ты можешь сам выбирать свои принципы, выбирать для себя, какая ситуация не является для тебя нормальной. В общем, ты просто можешь быть самым собой и знать, что это тебе и что. Второй принцип – это, второй пункт – это больное проявление себя. Когда ты свободен, ты свободно можешь говорить, свободно можешь высовывать свои мысли, ну, можешь быть свободен от мнения других людей, потому что тебя это не интересует. Третий пункт – это устранение крайних обществах и прочих принципов. Ну, практически то же самое, что ты есть ты, и тебе не важно, что подумают другие. Ну, конечно, если ты будешь вести себя. Правда. Ты есть. Теперь поговорим про минусы. Собода не всегда – это хорошо, потому что в субботе есть свои минусы. Например, независимость от правил, то есть происходит полную беспорядку и хаос. Да, мы сказали, что отсутствие правил, оно приводит к хаосу, так как люди у нас разные, и у всех разные рамки приличного. Поэтому, если заберутся люди, у которых эти рамки превышают, по-нижему, можно даже сказать, эти рамки, и будет полнейший хаос, и не будет никого в порядке. Также свободное огражение мыслей может привести к конфликтам. Если каждый человек будет выражать свои мысли так, как он думает, и не сможет находить общее мнение между его друзьями и близкими, то будет создано достаточно конфликтов, и это не приведет ни к чему хорошему. И обманите. Тоже отсутствие правил. У нас все. Поэтому подытушим. Одним из плюсов свободы есть возможность. Подытушим подразумевается, что каждый человек может сам строить свою судьбу. Мы вольны выбирать, какую мы будем делать работу, чем будем заниматься и интересоваться. Также важна свобода самореализации. Никому не секрет, что мы жили в Советском Союзе, наши предки, и у них не было выбора, на какую работу идти. И они приходили каждое утро, на одну и ту же работа, на благо Советского Союза. В данный момент Украина есть независимая, и мы выбираем, в какой стране нам стоит учиться, и все зависит только от нас. Сейчас перейдем к минусам. Итак, первым минусом мы считаем, что свобода – это все-таки же путь к анархии. То есть некоторое время свобода может взлечь за собой непоправимое последствие. Человек, имея границ, создает себе утипический мир, в котором строят свои правила, требуют придержания этих правил от других людей. И это может взлечь за собой огромную конфликтуру. Следующий наш минус – это дежурганизация. Люди склонны к лени. И поэтому, когда они знают, что у них есть много возможностей, они склонны откладывать все на завтра, потому что можно сделать все потом. Поэтому мы считаем, что это очень большой минус свободы, так как люди просто деградированы. Я говорю о женском языке, я буду говорить о свободе. Самый плюс, как мы хотели бы выделить, как первое – это осуществление, первое – швак. Собственно, люди для момента не оценят свободу, даже себе получают. Представительные истории – раньше люди боролись за нее, умирали. И они были счастливы, если смогли получить до чего они желали. А сейчас мы не в состоянии даже… Точнее, выразиться, мы не в состоянии не в состоянии пользоваться полученным, выслуженным свободой. Люди, которые получают раздат, они вообще не в состоянии споряджаться, и они просто деградируют в конечном итоге. Помимо этого, свободы потребностей. Люди ни в чем не отдаются. Свободные люди, они… Их не сдерживают ни денег, их не сдерживают какие-то материальные ценности. Морально, возможно, но у них нет в чём-то потребностей и независимости. Понимаете, что не… Независимость действий и высказывает. Свободные люди, они в состоянии говорить то, что они думают. Они в состоянии свободной мыслить. Им не нужно подстраиваться в драме и банально для шеств современного общества. Из минусов хотела бы выделить. Независимость в мире свободы. Как я уже говорила, касательно истории, люди здоровались в свободу, они за ней умирали. Я бы хотела выделить автора Томаса Мора, который написал нового автобиа. Это написано было в XIX веке. И касательно идеального строя, общественного строя. То, что в свободе есть свои предуследники. Мы думаем, что в свободе такие пустырика. На этом свободе никто не очень знает ли твой выбор, твою мысль. Ты не зависишь ни от кого. Ты делаешь то, что ты хочешь. И как бы… Ладно, в общем, забыли. Я расскажу вам о минусах свободы. Я считаю, что один из основных минусов свободы – это легкомыслие. Представим такую ситуацию. Человек идет себе, идет, смотрит, открыт магазин. Он думает, ну почему бы не зайти, не забрать что-то. Это же не запрещено, нет. Вообще-то… Ну, и следственно, впоследствии многих таких ситуаций, там же идет минус, как хаос. Да, хаос.